Очевидно, что при данной динамике развития ситуации с пандемией уже в начале учебного года мы придем к ситуации, когда должны будут приниматься необходимые решения. Часто и непопулярные. Темпы вакцинации нарастают, однако особняком стоит вопрос возможной вакцинации подростков, их родителей и учителей. Тогда с большей долей вероятности мы сможем избежать закрытия школ, целых параллелей и даже классов. В сегодняшней столичной пресс-конференции, что случается крайне редко, принял участие и член правительства. Министр Тан Эль Кик, который сделал свой обзор ситуации с вакцинацией. Он особо отметил усилия и результаты властей Таллина в вопросах мер предотвращения пандемии и процесса вакцинации, который стал намного мобильнее и теперь доступен во многих уголках столицы без предварительной регистрации. В последние полтора года сотрудничество правительства республики и руководство Таллина очень плотное. Делается все возможное для предотвращения локдауна. Вклад Таллина ощутимо является очень важным, особенно в процессе вакцинации населения. Здесь же можно отметить и процесс информирования населения столицы, а также призывы Таллина к жителям соблюдать установленные требования. Эта совместная работа не прекращалась и летом, и теперь она продолжает набирать обороты. Одна из главных проблем, связанных с распространением вируса, это заражение в учебных заведениях, что в прошлые пандемические волны приводило к закрытию школ. И как следствие, родители несли двойную нагрузку, оставаясь дома, лишаясь части дохода и занимаясь уроками и воспитанием. Именно поэтому следующий этап в наращивании вакцинации – это школы. При условии, что этот процесс исключительно добровольный и вакцинироваться или нет является свободным выбором каждого, подчеркнул мэр Таллина. Причем выбор не только детей, но и родителей, которые должны дать свое согласие. Если мы хотим жить в нормальных условиях, если мы хотим, чтобы наши дети ходили в школу, а не только сидели у компьютера, получая знания путем дистанционного обучения, ничего лучше, ничего эффективнее ни в одной стране, как процесс иммунизации, на данный момент не придуман. Таллин не хочет уходить на ограничения. Мы хотим, чтобы были бы открыты школы, спортивные клубы, кафе, музеи. Поэтому мы прилагаем усилия всем тем, кто готов взять на себя эту ответственность по своему личному выбору, по своим личным убеждениям и вакцинироваться, чтобы эта возможность была. Для этого нужно уже сейчас предпринять необходимые меры. До начала учебного года еще две пары выходных. Но уже сегодня звучит призыв к детям и подросткам, а также их родителям вакцинироваться прямо в стенах школы. На данный момент их в данном проекте 16 по всему городу. Медицинские кабинеты есть в каждой школе, а саму вакцинацию проведут медработники. Гимназия Мустье сейчас на ремонте, поэтому там вакцинацию проводить невозможно, но похоже, что это будет доступно с нового учебного года. Во всяком случае, директор явно поддерживает подобную идею. Слово «вакцинация» станет девизом этой осени. Столичные школы активно подключаются к вакцинации, наращивают взаимодействие с бизнесом. Столичные предприятия могут получить услугу массовой вакцинации на рабочем месте. Такие заявки уже принимаются. К концу августа пунктом вакцинации станет и само место проведения столичных пресс-конференций – здание Таллинской мэрии, где без предварительной регистрации в порядке живой очереди можно будет получить вакцину от COVID-19. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.